здравствуйте друзья с вами телеканал ост-вест передача берлинские окна и у нас в гостях ну наверное скорее там и у него в гостях это саша дисселькамп человек с именем которого связаны самые известные берлинские клубы это стейдж это киткат где-то он владелец где-то соучредитель человек который сделал так чтобы немецкие чтобы берлинские клубы стали одну одной из главных достопримечательностей города мы сейчас поговорим о том как это получилось и как он как немецкие клубы выживают в ситуации когда естественно они закрыты саша данка эстмаль саша можете ли вы иностранцам или людям которые абсолютно не в теме объяснить почему ночные клубы важны и городу клуб с вишнишь фиде штат я халлористма привет клубная сцена берлина возникла из нескольких факторов она возникла в зданиях которые стояли пустыми после коллапса гдр после падения железного занавеса между америкой россией и их союзниками клубы заняли старые правительственные здания и здания которые непонятно кому принадлежали потому что это еще не было определено допустим нацисты отняли помещение у евреев затем оно перешло в собственность гдр и вернулось потомкам владельцев только спустя 20 лет после падения стены а в это время пока выяснялось кому это здание принадлежит там находились нелегальные клубы только давайте не путать клубы дискотеки в клубах никто не ставил хиты там не было людей пьющих шампанское разглядывая рыб в аквариуме там появился новый саунд новый звук из детройта сегодня мы называем его техно или электро одна из главных фигур того времени димитрий хегеман он был тесно связан с детройтом а майк бенц из группы underground resistance нашел звук который был связан с пионерами немецкой электронной музыки например с крафтверк и эта музыка оказалась в этих нелегальных помещениях где образовалась своя собственная атмосфера которая оказалась невероятно привлекательной люди со всего мира приезжают в берлин специально чтобы почувствовать ее и для городских властей клубы превратились в очень важный фактор сам имидж берлина крутой дикий свободный инновационный появился как раз из этой среды вы напрасно будете искать берлинский стиль у брендербургских ворот возле рихстага или на у многих зарубежных городов особенно в россии исторический центр гораздо красивее берлинского зато у нас есть дух который живет в клубах он связан с радостью от жизни с толерантностью с экспериментами со свободой нам понадобилось очень много времени чтобы официальные лица власти партии поняли это вначале они смотрели на нас как на наркодилеров сутенеров или держателей подпольного казино нас не уважали постоянно возникал вопрос почему это вообще дозволено полиция постоянно проводила облавы в час-два ночи пока еще вечеринка по-настоящему не началась они врывались в клубы задерживали сотрудников и надевали на них наручники если у кого-то обнаруживали наркотики то клуб сразу же закрывали было тяжело но сейчас все рады что мы вообще существуем они поняли наше значение когда произошел этот переворот когда город понял ваше значение это был длительный процесс все началось с основания клубной комиссии организации которая появилась после того как все поняли что у нас одна и та же проблема положить конец полицейскому произволу против нас экзекутивы и полиция должен сразу тебя перебить клубная комиссия это объединение немецких клубов которая защищает их интересы да классический лоббизм мы основали ее в 1998 году из-за проблематичной ситуации нам было сложно получать разрешение нам было сложно просто существовать и в какой-то момент мы отправились маршем по всем бюрократическим инстанциям мы зашли в каждую районную администрацию говорили с теми кто отвечал за безопасности за малый бизнес представлялись объясняли что то что мы делаем это культура а люди которые у нас работают это артисты в начале люди которые слышали это смотрели на нас с недопониманием зато сейчас когда представитель сената по культуре вступал в должность он употребил выражение клубная культура клуб культура раньше этого выражения просто не было раньше считалось это не культура это можно выбросить когда ты говоришь мы ты явно имеешь ввиду не бизнесменов с экономическим образованием наверное это были левые и анархисты так анархистишь гепректе линка было несколько человек с экономическим образованием но были например и пожарные изначально берлин был местом притяжения людей которые не хотели идти в армию когда я приехал сюда мне было 17 потому что в 18 лет в западной германии меня просто забрали бы в армию у берлина был особенный статус берлинцев не призывали это был закон таким образом западном берлине собирались люди которые критически относились к системе плюс это был студенческий город а сердца студентов как известно бьются слева это была столица сквотов тут прямо на улицах разворачивалась классовая борьба борьба за помещение борьба за смысл жизни зачем ты это делаешь зачем ты живешь ведь большая часть общества придерживалась убеждений что женщина должна не покидать кухню а мужчина должен ходить на работу а дети должны молчать а была часть которая утверждала да я вообще не собираюсь жениться и заводить детей моя жизнь про другое берлин был фронтовым городом но в конце концов ты сам женился нет не женился но я 25 лет в отношениях но нет не женился нужно объяснить еще одно определение сквот на первый взгляд это звучит нелегально и это было нелегально вернее стало нелегально теперь в начале 80-х городские власти решили что старые дома с печками и высокими потолками устарели и их надо снести и построить бетон это был тренд сносились целые кварталы а чтобы снести дом сначала оттуда выселяли жильцов разбивали печи чтобы там больше нельзя было жить в моем доме просто не было задней стены я мог просто зайти в комнату и свалиться с четвертого этажа все это хотели снести чтобы построить маленькие бетонные клетки мы вселились в этот дом поставили внизу тяжелую железную дверь написали на доме захвачено а потом просто легализовали этот статус тебе было 17 сколько лет ты провел в этом сквоте я живу в нем до сих пор правда все эти десятилетия но хоть аренду ты начал платить да но так мало что каждый был бы рад жить в моей квартире а то есть ты считаешь что спас этот дом от пришествия бетона это абсолютно точно но я не один нас было около 30 человек но его точно бы снесли все соседние дома снесли абсолютно точно примерно в то же время ты начал актерскую карьеру я смотрел отрывок из фильма разбиватели сердец тебе было кажется 18 по моему ты был единственным кто в этом фильме вообще хорошо играл обидел чувствую, как и на все остальные песни мы в машине сме не умирать вас, поднимаетесь кmusка на слагу а значит у отлично умирать согласен и с кемпwhich и в медицину а знаменитого осталось это ясно вот это а А как вообще так получилось? Ты был панком, жил в сквоте, и вдруг главная роль в тинейджерской секс-комедии. Попал тем способом, который знает сейчас каждый. Принял участие в кастинг-шоу. Тогда это был новый формат. Они искали музыкальную группу, и у меня была своя музыкальная группа. Мы все пошли на кастинг. Они сняли на видео 25 тысяч кандидатов. Масштабный поиск был. И после всех этих пропов от Ассеси я получил главную роль, что, конечно, было грандиозно. После этого я продолжил сниматься. Через год я поехал на фильм о ралли Париж-Дакар с Ирис Бергман. Но для меня актерство никогда не было настоящей жизнью. Все эти разговоры, ты теперь знаменитость. А, глупости. С чего это? Я же ничего не сделал. Весь этот фейм, это было просто неприятно. Кроме того, я собирался изменить мир с помощью революции, а не наслаждаться жизнью кинозвезды. Актер никогда не работает круглый год. У него выходит пара фильмов в год, и между ними 8-10 месяцев перерыв. Кроме того, тогда за съемки платили не так много, чтобы я мог назвать себя богатым. Для своих расходов, конечно, но из сегодняшнего дня это было совсем немного. Я тогда работал в баре, и кто-то пришел ко мне и сказал, давай вместе откроем заведение, и это была лучшая идея за всю жизнь. Заведение получило имя Сэкстон. Это английское слово означает гробовщик. Это был довольно небольшой клуб, человек на 100, и у нас там стоял кикер, настольный футбол и бильярд. Мы открывались часов в 8 вечера и работали до 8 утра, или даже до 10 утра. К нам приходил Ленни из группы Моторхед, группа ACDC, Ларс Ульрих из Металлики. Вся эта безумная ночная жизнь. Я работал 3-4 ночи в неделю. Купил мотоцикл, поездил по миру. Я был счастлив. Ты был счастливым человеком? Да. Вот еще история из 80-х. Получается, от тебя одно рукопожатие до Путина. Потому что у Путина довольно близкие отношения с Александром Залдостановым из «Ночных волков». И ты знаешь этого человека еще по 80-м годам. Однажды вечером я вышел из клуба и увидел, что кто-то стоит перед моим клубом в такой куртке с бахромой. Смотрит на клуб, потом на карту города, потом опять на клуб. Он же был закрыт. Я думаю, кто это такой? Подошел, спросил, что он ищет. А он? И я ему? А он? Сэкстон. Я думаю, окей. Достал ключ, открыл дверь, говорю, вот Сэкстон. Он вошел. Я спрашиваю, where are you from? А он? Это был первый русский, которого я видел в своей жизни. Восьмидесятые? Восьмидесятые, да. Я говорю, we have to drink Russian vodka. My name is Sasha. А он? Выпили еще по одной водке. Я говорю, Хонесли, my name is Alexander. My name is Alexander. Выпили еще. Я показал ему Берлин, и скоро он въехал в мой дом и жил там несколько лет. Полгода в Москве, полгода в Берлине. Он даже работал у меня вышибалой. Но мы стали лучшими друзьями, и в этом ничего не изменилось. Все остальное изменилось. Упала стена. Я помню, как рассказал ему, что в Москве открылся Макдональдс. И он говорит, impossible, невозможно. У них не будет булок, у них не будет мяса или не будет картошки. Просто невозможно, чтобы в России работал Макдональдс. А потом сам рассказывал, как вся Москва стояла в этой очереди. И как его группа стала ночными волками. И про попытку Пуча 93-го года. И как он заинтересовался политикой и поддержал Ельцина. Мы очень много спорили о том, как мы смотрим на мир. На Европу, на Америку, на Россию. И в какой-то момент появились ночные волки. И они стали друзьями Путина. Это то, что он мне должен объяснить. Для меня это звучит не очень логично. И потом рухнула стена. Как ты воспринял это время? Как время новых возможностей, новых клубов? В тот самый день я поздно проснулся. Был до этого на концерте Faith No More, известной американской рок-группы. Я пришел в Метрополе и прочитал на входе. Вход 25 марок или 50 восточных марок. Я спросил, какие-то такие восточные марки. А мне говорят, стена открыта. Я подумал, глупости, шутка какая-то. Но и внутри были такие же цены. Три марки или шесть восточных марок. Я подумал, шутка затянулась. Но все говорили, это правда, стена открыта. Я взял мотоцикл и поехал к пограничному переходу. Но там была толпа, все хотели на запад. И я поехал обратно. И только 3-4 дня спустя впервые побывал в восточном Берлине. Я подумал, вы годами будете ездить к нам в западный Берлин, потому что там все выглядело так, будто война только закончилась. Тусклый свет на улицах, фасады со следами снарядов. Город был разрушен. Я подумал, что пришло время западного Берлина. И в 1992 году открыл ресторан в Кройцберге. И я подумать не мог, что уже через пару лет восточный Берлин станет центром притяжения, например, Раненбургер-штрассы. Я улыбаюсь, потому что мы как раз смотрим на восток, но он выглядит совсем не по-восточному. Да, выглядит совсем не по-восточному. Из-за всех этих перемен. Не думаешь ли ты, что время динозавров, всех этих анархистов, артистов, музыкантов, которые раньше управляли берлинскими клубами, прошло? У клубов были проблемы и до эпидемии. Много говорили о том, что сложности были у знаменитого клуба «Киткат». Конечно, это особая ситуация. Наличие громадного количества пустых зданий прошло. Раньше клубы имели наглость раз в два года переезжать в новое место, потому что им там становилось скучно. Эту наглость теперь никто не может себе позволить. Вы сейчас видите новостройки на месте ночных клубов. Это здание стоит на том месте, в котором находился известный клуб «Ям». Это была прекрасная, открытая территория. Там росло много деревьев, африканская музыка, регги. Прямо там, где стоит этот дом? Да-да, прямо там. Когда они успели его построить? По-два. Тут чуть отвернешься, повернешься опять, уже стоит дом. Берлин стал Эльдорадо недвижимости. Думаю, ни в одном другом городе эта схема дешево купить, построить и продать не будет такой выгодной, как тут. И тут ты прав, нам грозит вымирание. Но динозавры... Посмотри на заведения, которые смогли выжить. У динозавров был шанс выжить, но они им не воспользовались. У нас другая ситуация. Посмотри на другие города, Париж или Лондон. Да, они нам завидуют за нашу энергию, за то, что молодежь хочет приезжать именно сюда. И это случилось потому, что центр города не превратился в торговый центр. Остались свободные пространства и культура. Нам грозит вымирание, да. Но мы еще не динозавры. Первый удар по вам нанесли высокие цены на недвижимость. Второй удар — коронавирус. Думаешь, вы справитесь? Это все отдаленные процессы. Проблема короны — это вопрос, когда мы сможем открыть клубы. Майские открытия ресторанов не затрагивают клубы. Ведь в клубах человеческие контакты гораздо более плотные. Поэтому это затянется. Вопрос в том, как нам продержаться, чтобы успокоить давшие кредиты банки и владельцев недвижимости. Ведь почти нет клубов, которым принадлежат здания, в которых они находятся. Что вселяет надежду, так это мощная поддержка со стороны политиков и со стороны жителей города. А что вселяет опасения — это жадность тех, кто занимается недвижимостью. Как бы они ни были богаты, им все равно не хватает. Они говорят «плати или убирайся», и мы построим на этом месте очередной каворкинг. Вот более общий вопрос о берлинской клубной жизни. Фейс-контроль. Фейс-контроль тоже стал своего рода берлинским брендом. Во-первых, как его пройти? Во-вторых, какова твоя позиция как управляющего? Кого нужно пускать, а кого нет? Мне не очень нравится образ жестокого вышибала на входе. Обычно мы не нанимаем на эту позицию членов фанатских или рокерских банд. Обычно это люди, которые очень хорошо знают публику, которая к ним приходит. Нужно понять, что контроль над дверью обязательно нужен, чтобы к нам не заходили с оружием или бутылками. Должен быть способ не пустить в клуб агрессивных людей. Группы молодых мужчин, обычно это молодые мужчины, которые становятся проблемой. Тем более, если они уже в состоянии алкогольного опьянения. Это может стать причиной, почему их не пустят. Еще важно, чтобы зашли те, кто будет чувствовать себя в клубе в своей тарелке. Ведь часто хотят попасть в клуб те, кто хочет посмотреть, как развлекаются другие, словно поход в зоопарк. Зайти и посмотреть, как танцуют звери. Но нам нужны как раз дикие звери, а не зрители в театре. Как же узнать этих диких зверей в очереди на вход? У тебя есть минута или 30 секунд, чтобы сказать «Привет, вы вместе пришли, у вас все в порядке, добро пожаловать». За это короткое время надо понять, человек пьян, растерян, невменяем. Если кто-то сразу заявляет «Не беспокойся, я буду вести себя хорошо», то ответ обычно «Окей, ты говоришь мне, чтобы я не беспокоился, ты точно не войдешь». У тебя всего пара секунд. Мне важно, чтобы дверь была свободна от дискриминации. Мне важно, чтобы там не было сексуализации. Если вышибала говорит «Эй, детка, откуда ты такая взялась?», то это просто в 80-е. Хотя такого не было и в 80-е. Я хочу избежать любой ситуации, которая потенциально представляет собой опасность. Что же делать, чтобы войти? Быть дружелюбным, выглядеть живым и хотеть вписаться в атмосферу. А также знать, куда ты идешь. Если ты знаешь, какой диджей сейчас будет выступать, у тебя уже преимущество перед людьми, которые говорят «Я не знаю, да и мне и все равно. Я хочу посмотреть на берлинский клуб». Так лучше не надо. Последний вопрос. Я просто должен его задать. Тут мы не очень хорошо, но все-таки видим сквозь деревья часть берлинской стены, известную под названием «East Side Gallery». На стене нарисованы граффити. Каждый, кто бывал в Берлине, знает это место. И 5-6 лет назад это место было под угрозой. Его хотели снести и что-то тут построить. Они так и сделали. Сейчас расскажешь. И как раз ты много сделал для сохранения этого места. Почему для тебя это было так важно? Я из того поколения, которое застало холодную войну. Мы правда боялись ядерной войны между Россией и Западом. Между СССР и Западным блоком. И в Берлине это было нагляднее всего. Само физическое присутствие стены, и пограничники, и полоса смерти на границе, бесконечные истории, которые были с этим связаны. Первое, что ты делаешь, выходя из тюрьмы, снимаешь и выбрасываешь свои кандалы. Примерно то же самое происходило и с городом. Снесли дворец республики, снесли Чикпоинт Чарли, убрали стену и все вышки. Вместо этого, место, где проходила стена, выделили на асфальте особыми метками. И сегодня можно спросить у кого угодно, вы знаете, что это за линия тут на улице? Нет. Это Берлинская стена. А, окей, понятно. А как вы думаете, какой она была высоты? И люди думают, полтора или два метра. Никто ничего не знает. И East Side Gallery потому так и называется, что находится на восточной стороне реки. Мы бы увидели ее, если бы не деревья. Там 111 художников нарисовали граффити, чтобы выразить свою радость, может, еще и свои надежды. И тем самым спасли участок стены длиной в 1300 метров от сноса. Этот участок сделали памятником культуры. И вот я сижу в одной комиссии недалеко отсюда, где решается судьба набережной Шпре. Цель была мирная, чтобы все друг с другом помирились. Пришла толпа журналистов. Где-то 100 человек присутствовало. И оратор как раз представлял этот проект, который мы видим. Элитное жилье на полосе смерти стены. И тут я спросил, это же памятник культуры, вы не можете строить дом прямо вплотную? А он отвечает, конечно, можем. Но статус памятника культуры должен же что-то значить. А для этого архитектурного проекта его просто отменили. И это был скандал. Ведь я туда пришел только, чтобы рассказать о клубах. Их в этой зоне было очень много, чтобы защищать нашу позицию. И тогда я понял, если они не понимают историческое значение берлинской стены, как можно ожидать, что они будут уважать нас? И уже через пару дней я созвал там первую пресс-конференцию, а на выходных и демонстрацию, на которую пришло человек 400 или 500. Когда начали сносить стену, я вновь организовал демонстрацию, на которую пришли 10 тысяч человек. Это снял телеканал РББ. Пришло 10 тысяч человек. И потом заварилась каша. Я общался с политиками, с известными в ГДР правозащитниками с Запада, с Востока. Почти каждые выходные была демонстрация или петиция, которую подписывали сотни тысяч человек. Актер Дэвид Хассельхоф ее тоже подписал. Я сидел в Берлинском Сенате, и они смеялись надо мной. Ха! Дэвид Хассельхоф подписал петицию. А я вообще не понимал, чего смешного. И один политик из партии пиратов сказал, может, он еще приедет в Берлин и объяснит, что нам делать с Исс Сайт Геллери. И все снова засмеялись. А я подумал, окей, и написал ему имейл. Потом мы созвонились, и через неделю он был уже тут. Тут, в клубе ЯМ, мы созвали пресс-конференцию, а потом вновь на демонстрацию снова пришло 10 тысяч человек. Аль-Джазира, Гардиан, ABC, NBC, всевозможные каналы об этом сообщили. Взяли у нас интервью, и получился международный скандал. Да, я сам об этом писал. Да, но что из этого получилось? Они построили свое здание. Там строят еще одно. Извини, но там чуть подальше стоит арена Мерседес-Бенц на месте клубов, которых снесли ради ее строительства. Тоже получилось не особо удачно. Но весь этот район превратился в пустыню, где одни новостройки. Все, и рестораны, и все, что они там построили, у всего этого атмосфера аэропорта. Этот участок города похож на все города на свете. Это может быть где угодно. Там никто не назначит свидание, чтобы поужинать с любимым. Никакой турист туда не поедет. Достопримечательность в том, что нет никаких достопримечательностей. Это не просто жалко, это зомбификация какая-то. Город теряет свой характер, он теряет свое сердце, он теряет свою жизнь. Заканчиваем на печальной ноте, но такие уж времена. Спасибо за разговор. Спасибо большое, друзья, и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова